Добрый день дорогие друзья! Шаббат шалом! Мы продолжаем наше изучение Торы И сегодня наша недельная глава называется Бешалах И мы смотрим Как Всевышний Нам показывает свои невероятные чудеса То есть ситуация такая Закончилась маца Написано, что мы ели мацу 30 дней Месяц съели Есть меньше 31 день И теперь нет еды Вот такая ситуация Мы Если мы просили хлеб Это одно Мы что говорим? Мы помним, как мы сидели У горшков с мясом И хлеб ели до света Хотя это правда не было Египтяне Заставляли нас Ловить диких зверей И мы им их ловили Готовили, они ели А нам никто ничего не давал А домашних животных Египтяне не ели Это были их боги В общем, но хлеб ели до света И мы так требовали Испытывайте Бога Получается, что вы требуете невероятных чудес Но Всевышний Сделал так, что вечером налетели перепела Полный стан птиц Мясной породы Какая это птица Мы точно не знаем Ну, та ли это перепелка Что сейчас Главное, что все Еды получается Сколько хочешь Этих перепелок И он дал вечером Чтобы у нас не было возможности Ее нормально приготовить А вот на утро Хлеб На утро мы встали И вот на поверхности земли Что-то мелкое Рассыпчатое Мы не знаем, что это Всевышний говорит Что это хлеб, который я отдал Мы говорили Что это? Ма Что? И так мы и назвали его ман И он был прекрасный на вкус Сразу готовый к употреблению Его можно было есть И кто верил во Всевышнего Получали удовольствие Этого хлеба Небесного И что хотели во рту У нас появлялось Когда мы хотели Хотели жареную курицу Получали ее Хотели Мороженое Мороженое Что хотели, то и ели Что касается людей Которые меньше соблюдали Им приходилось Его готовить Труд вкладывать А кто вообще не хотел ничего соблюдать Тот очень далеко собирал И очень тяжело обрабатывал И такого прекрасного вкуса не было Так вот И В конце концов Мы все получили Чудеса невероятные Птицы прилетают Ман с неба падает И все у нас шикарно И теперь давайте сравним Что было дальше Дальше было такое Мы Были у горы Синай Мы знаем Что там произошло Мы получили Десять заповедей Тору В общем Сделали тельца В общем беды там хватало Но В конечном итоге Всевышний говорит Идите Страну к нам Все нормально Он нас простил В общем все Выходит И что получается Мы опять Начинаем требовать Хлеб Мы начинаем требовать Мясо Кто накормит нас мясом И нам надоела Эта негодная пища Ну казалось бы Мы уже Невероятно видели Сколько чудес Сколько всего В общем Всевышний Говорит Что вы творите Говорит В общем требовали 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 Всевышний взял И сжег Краистана Сжег Краистана Назвало это место Тавыра И лучших Израилей поверх За это Мы Поняли Что наглостью Требования Ничего не получают Начинаем плакать Кто накормит нас мясом Всевышний говорит Ну получат они мясо Будут есть Не день Не два Не пять Не десять Не двадцать А целый месяц Пока из ноздрей Не повылали И так и было Ели его месяц Пока Поумирали те люди Которые дерзко Требовали мясо И написано Похоронили Народ походливый И назвали это Место Кеврона Атава Могилы прихотей То есть Когда мы еще Не получили Тору То Всевышний Никого Ничем Не наказал Он дал мясо Он был недоволен Потому что Дает его вечером Но Все все получили Что хотели Люди еще не знали Что такое небесный хлеб И поэтому Они еще не знали Но здесь уже все есть Мало того Всевышний говорит У вас же есть Животные орешки У вас что денег нет Вы вынесли Целое состояние Покупайте У других народов Покупайте Себе что хотите Вы что Без средств С существованию Нет Наш скот Это наши Нам он нужен Будет Когда придем В страну К нам Там будем Служить С этим скотом Давай даром Потому что Мы говорим Мы помним Как мы ели Арбузы Дыни Ели даром Пустые Груцы Вот это Все даром Слово даром Ключевое Ну хотите Даром Получите То есть То есть Если Всевышний Говорит что Вы соблюдаете Западе Получите Удовольствие Этот ман Он будет Тем что И не снилось Во первых Он полностью Усваемый Он растворялся В человеке Не надо Хоть туалет Ничего Все было Это чисто Духовная Была пища А тут Нет Мы требуем Земной Обычной Ну и за это И получили Ну надеемся Что мы Уже Знаем Как себя вести И Такого Не будем Себе Позволять Будем Понимать Что тому Что дал Всевышний Надо радоваться На этом Наш сегодняшний Урок Заканчивается Урок был дан За понятие души Игорь Бен Лев Ида Батьяков Берта Батесрейль Павел Бен Ефим Сумил Бен Герш Памяти Ури Бен Харитон Медлен Бен Медлен Яков Бен Ахум Владимир Бен Григорий За здоровье Светлана Батклара Шмон Бен Эсхак Борис Бен Мария Анна Батривка Полина Перв Бат Соня Сура Лена Батклара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Ивен Бен Эстер Двора Бат Мирям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двора Йосиф Бен Раиса Инеша Бат Маэль Евгений Бен Берт Евгений Бат Ида Фир Ра Бат Анна Геннадий Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Люлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Барберта Ася Бат Года Марк Ленина Ира Бат Вера Леонид Анклара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ивин Бен Соня Майя Бат Фаина Алексей Бен Ольга Гая Бат Вадим Мазмон Панасас Гула Ирина Батури Арона Ребенури Горос Шадух Арона Ребен Двора Гиз Бен Ахум Авигаль Бат Сара Хана Бат Абрагам Рафаэль Ариэлей Бен Лариса Панасай Брют Владимир Бен Рая Марина Батрая Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнаса Кавана Мазмон то Что мы это время Не грешили Учили Тору Всем все самое наилучшее Всем желаю Крепчайшего здоровья И шаббат Шалом Наш следующий урок Надеюсь состоится Льем решен В 15 часов Шалом